Не только на карте. Этим летом в Благовещенске появится шесть новых полноценных улиц. 15 дел на одного. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают амурские следователи. И снится нам трава у дома. Все больше амурских огородников в борьбе с сорняками предпочитают тяпки, химию. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Сегодня на двух участках улиц в самом центре города разъехаться было проблематично. Из-за земляных работ на Ленина перекрыли всю проезжую часть на амурской треть полотна. На обоих участках специалистам предстоит поменять теплотрассу. На Ленина в районе городского парка коррозийный износ трубы обнаружили еще в марте. До 1 августа рабочие переложат 200 метров магистрали. Все это время транспорт будет объезжать участок Позейской. После устранения перекупа дорогу заасфальтируют. Для этого перекроют сначала одну полосу, потом другую. По обратному принципу пройдет ремонт теплотрассы на Амурской. От Шевченко до Богдана Хмельницкого. Сейчас отрезок перекрыт на треть. Через три дня недоступным станет его половина. С 1 августа участок закроют вовсе. А вот шесть участков дорог, о которых речь пойдет в следующем сюжете, заасфальтируют только будущим летом. И вовсе не потому, что на них не хватает материалов или финансирования. Класть финишное покрытие там пока нельзя. Ведь эти участки не просто ремонтируют, их возводят с нуля. Чего это стоит, расскажет Мария Селезнева. Продолжение следует... Здесь приходилось в некоторых местах вместо 35 сантиметров, которые у нас заявлены по проекту, отсыпать в районе 70 сантиметров, потому что внизу были очень слабые елистые грунты, которые приходилось делать выемку. Отсыпка песка и выемка вот этих слабых грунтов, они проводились в зимнее время, потому что в летнее время, соответственно, нам вода не даст здесь ничего сделать. Зимой она замерзает, и мы спокойно вот эти все слабые грунты выбираем. Возводить дорогу с нуля – процесс трудоемкий, рассказывают строителям. Каждый этап занимает от нескольких месяцев до полугода. В итоге стройка растягивается минимум на год. Шафира, Муравьева-Амурского и Зеленая в 800-м квартале. Придорожная, Ромашкова и энтузиастов на пятой стройке. Эти направления в нынешнем году станут настоящими улицами, хоть и пока без асфальта. В общей сумме три километра дорог рабочие прокладывали сквозь болота. Основа эта весьма ненадежная. Класть асфальт в тот же сезон очень рискованно. Трещины начнутся по асфальту появляться. Ну, хотя бы, наверное, здесь места болота, если хотя бы год, должен стояться. Кстати, строительство дороги с нуля – процесс затратный не только по времени, но и по финансам. На подготовку проезжей части к асфальтированию его сделают будущим летом. Бюджеты города и области потратят 80 миллионов рублей. Мария Селезнева, Михаил Величкин, программа «Город». И другим темам. Российские следователи отмечают сегодня свой профессиональный праздник. От будней, правда, этот день мало чем отличается, работы их хватает. В Преамуре один следователь одновременно может вести до 15 уголовных дел. Ценным подспорьем в нелегком труде становятся общественные помощники. Кто это такие и почему за свой труд они не получают ни копейки, знает Ольга Савина. Не по форме и без удостоверения. Но дверь следственного комитета для студента пятого курса юрфака открыта всегда. В мир тяжких и особо тяжких преступлений Евгений Ермолов погрузился на втором курсе университета. Третий год помогает следователю искать виновных. «Бывало всякое. В основном я со своим наставником езжу на большинство происшествий, оказываю ему практическую помощь в тех рамках, которые он мне позволяет это делать. С пистолетами, как показывают в кинофильмах, следователи по городу не бегают. Оружие следователя – это ручка и его интеллект». Пока Евгению доверяют все больше бумажную работу, а ее у следователя очень много. Для суда правильно оформлена должна быть каждая улика, каждое слово свидетеля. Ответственность огромна. Поэтому прежде чем самому вести дела, а именно к этому стремятся все помощники, надо очень потрудиться. «Общественные помощники по срокам могут работать в таком режиме от нескольких месяцев до нескольких лет. То есть все зависит от самого человека, от уровня его образования, от его профессионального вклада, то есть от его понимания значимости работы, от его способности самостоятельно принимать решения и нести ответственность за принятые решения». И все это абсолютно безвозмездно. За свой труд помощники зарплаты не получают. Работают в свободное от основной занятости время. А вот отбор проходит по всей строгости, как соискатели на должность следователя. На страже правосудия случайных людей быть не должно. Ольга Савина, Денис Лугов, программа «Город». 15 лет лишения свободы грозит благовещенцу, который этой весной домогался девочке, предлагая поиграть за тысячу рублей. Пожилой мужчина сознался в двух эпизодах, и в августе его дело передадут в суд. Самые громкие дела обсудили сегодня на пресс-конференции в Следственном комитете. Одним из самых резонансных стало покушение на убийство 10-летней Валерии Савиной в районе пятой стройки. 31-летний преступник сейчас находится под стражей, но чтобы передать дело в суд, необходимо дождаться медицинской экспертизы. Ее результаты озвучат только после полного выздоровления пострадавшей, так как травмы особо тяжкие. Момент какой. Вы сами прекрасно понимаете, 10-летний ребенок и взрослый мужчина. Зачем там чем-то еще бить? Когда взрослый мужчина, у которого есть нормальные руки и ноги и все остальное. Сейчас она проходит еще и психологическую реабилитацию и все прочее. Ну, сами понимаете, ребенок чудом остался живой. Просто я вам скажу чудом. Рассказали подробности еще одного громкого дела, но уже по коммерческой статье, заведенная на Антона Тарана, руководителя одной из городских управляющих компаний, который был задержан за попытку дачи взятки. Пока он находится под домашним арестом и виновным себя не признает. В субботу в столице Преамурия открылась шестая сельскохозяйственная ярмарка. На нее съехалось больше 130 фермеров со всей области, а число покупателей составило несколько тысяч. Для чего на ярмарку ходят заядлые огородники и почем нынче килограмм молодой картошки, узнаем прямо сейчас. Огурчики малосольные, помидорчики, старая теплица. Больше сотни прилавков и каждый буквально ломится от суперсвежего товара по вполне демократичным ценам. Килограмм молодой картошки за 30 рублей, стакан лесной голубики за 100. Лишних наценок здесь быть и не может. За торговые места на ярмарке фермеры не платят. Самая главная возможность, это дает людям без наценок сетевых маркетов, без наценок магазинов, дополнительных расходов, которые потом ложатся в стоимость продукции, возможность купить. При этом каждый помидор или ягоду продавцы вырастили и собрали своими руками. Такие дары природы городские жители очень ценят. Наши сельхозпроизводители привезли свой домашний, выращенный в домашних условиях. И, надеемся, экологически чистый продукт. Сегодня он пользуется спросом. Мы уже видим новый урожай варенья из земляники, из клубники. Сегодня это уже продают. Видим уже мед, который появился здесь на прилавках. Ассортимент обещает только расширяться. Новый урожай – новый товар. До октября, а именно столько будет работать субботняя ярмарка, продавцам найдется, чем удивить покупателям. Еще впереди качки две планируем делать, а то и три. Думаем, что, может быть, будет цветочность с добавлением гречки, потому что вокруг нас гречку посеяли. К концу августа будет серпуха зацветать. Наверное, еще будет серпуха. Поэтому, надеемся, что еще, как просили по прошлому году, четыре качки, четыре разные вкуса. Елена Бурдакова с мужем на ярмарке торгуют медом третий год. На спрос не жалуются. От покупателей отбоя нет. Ну, мне, например, далеко ходить на ВДНХ. А здесь близко, недалеко. Я прихожу и покупаю то, что мне нужно. Только смотрим. У нас своя дача, у нас все свое. Меда только нету, пасеки нету, поэтому за медом пришли. Да вот, огурчиков прикупила, да перчика. Свеженького всего своего нет, так хотя бы здесь взять. По области в этом году работает 25 сельскохозяйственных ярмарок. Шесть лет назад наш регион первым организовал такую торговлю. Теперь этот опыт перенял весь Дальний Восток. Ольга Самина, Денис Лугов, программа «Город». По урожайности огурцам и помидорам этим литом даст фору портулак. Его в огородах в пять раз больше, чем обычно. Ситуацию обращает то, что это сорняк. Бороться с последствиями горожане уже научились. Кажется, даже панацею нашли. В последнем засомневалась Анжелика Павлова. О способах уничтожения сорняков в следующий сюжет. Поливаем мы, обильно поливаем. Растут и огурчики растут, и травка растет. Сорняки, рассказывает пенсионерка Раиса Васильева, в этом году растут не по дням, а по часам. Только прополола свои 10 соток, можно заново начинать. Уже в 12-й раз. Лучше, чем огурчики, помидорчики. Этим роста не было, а травка росла. Но в свое время надо ее выбирать. Я вот стою в пять часов, пока прохладненько, ведерочка собрала, и у меня сделаны такие железные ящики, я травку сбрасываю туда. Искореняет траву Раиса Амосовна исключительно вручную, никаким спецсредствам не доверяет. В отличие от многих других садоводов, в этом году большим спросом среди амурчан пользуется чудо-средство, которое обещает уничтожить траву прямо на грядке. В городских магазинах оно не залеживается. Пришла партия, оптом и забрали. И так каждый раз по 500-800 пакетиков. То есть, если это огород в пределах 10 соток, то, естественно, покупается меньше. А те, которые вот у нас приезжали из Селенджинского района, из Акимчан, то есть далеко, такого у них средства, естественно, наверное, где-то нет в продаже. Приезжают сюда, в наш областной центр, и сразу берут большие партии. Либо это на большие площади, либо это сразу всему колхозу. Специалисты Россельхознадзора, впрочем, огородников пытаются предостеречь. Это, на первый взгляд, панацея в виде гербицидов крайне опасно. И если на больших площадях вдали от жилых домов препарат никому вреда не принесет, то на приусадебных участках использовать его запрещено. Все дело в убойном составе, которому даже дождь не страшен. Химические препараты требуют как раз вот именно периода ожидания не меньше недели. В течение недели после обработки даже нельзя показываться на своем участке. Это нереально соблюсти. Люди травятся. К тому же препараты – это сильные аллергены. При неправильном применении гербицидов дело даже до онкологии доходит. Специалисты настаивают. Лучшее средство против сорняков на небольшом участке – руки и тяпка. Силу идет больше, зато здоровье будет целее. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». Детской городской клинической больнице нужны детские вещи и средства гигиены для отделения педиатрии с койками сестринского ухода. В этом отделении сейчас живут 14 детей – от новорожденных до подростков. Все они попали в больницу из-за сложной ситуации в семье. Несколько человек ушли из дома самостоятельно. Одевают их и покупают те же подгузники сейчас врачи отделения на свои деньги. И просят помощи у неравнодушных граждан. Вещи и средства гигиены можно приносить в приемный покой детской городской клинической больницы по адресу улица Больничная, 45. Это была последняя информация нашего выпуска. Эфир города продолжит рубрика «Время спорта». Какая команда стала сильнейшей на международном турнире по настольному теннису и где в Благовещенске можно бесплатно заниматься спортом, знает Юлия Мишурнова. Я с вами прощаюсь и напоминаю, наши новости всегда доступны на сайте tvgorod.rf. Позвонить в редакцию можно по номеру 52-42-02. Всего вам доброго, хорошей недели, до встречи. Добрый вечер, в эфире «Время спорта». Благовещенск принял международный турнир по настольному теннису. В гости приехала сборная Харбинского научно-технического университета в составе трех команд. Впрочем, амурские спортсмены мастеров пинг-понга не испугались и оказались даже сильнее китайских соперников. Но обо всем по порядку. От 40 до 120 ударов в минуту – средний темп игры в настольный теннис. По энергозатратам он равен баскетбольному матчу. За игру спортсмен пробегает до 7 километров. Такой спорт – отличная профилактика инфарктов и инсультов. А еще – настоящее лекарство от старости. Китаянка Юйхун Пин это проверила на собственном опыте. За пять лет, что всерьез играет в пинг-понг, практически не болела. «Настольный теннис в Китае – практически национальный вид спорта. Его любят, в него играют почти все – дети и взрослые. С российскими спортсменами я ни разу не играла. Думаю, это будет непросто, но интересно. Вообще, это здорово, что проводят такие турниры. Я рада побывать в России». Турнир среди ветеранов в Благовещенске провели впервые. Хотя наши китайские теннисисты давно сотрудничают. Пару лет назад юные спортсмены регулярно выезжали в Харбин на сборы. А некоторые даже брали индивидуальные уроки у китайских мастеров. Но в кризис сотрудничество утихло. Возродить его помог случай. «Харбинцы напросились к нам. Не мы к ним. Но есть такой научно-технический университет в Харбине. Значит, в феврале месяце меня случайно таможенник говорит, «Дай, ты занимаешься теннисом, дай телефон, мы будем дальше с вами разговаривать». «Ну и буквально три недели назад, даже две, наверное, не звонок с Харбина, мы 23 июля к вам едем». К слову, ответный визит тоже запланирован. Тем более китайская команда требует матч-реванш. На турнире она взяла серебро. А первые и третьи места пьедестала достались командам из Благовещенска. Международный день шахмат накануне отметили в Благовещенске. И по случаю устроили турнир. Побороться за победу собрались спортсмены разных возрастов – от 12 до 70 лет. Играли по правилам Блиц-турнира. Это так называемая молниеносная игра с традиционными правилами, но ограниченным количеством времени, дающимся на обдумывание хода. Если в обычной игре можно думать до 10 минут, то в Блиц-турнире время сокращается до 5-10 секунд, а максимальное количество минут на партию – 10. В этом есть свои плюсы, говорят организаторы. Плюсы в том, что человек может прийти и отыграть за один день турнир. А так у нас обычно несколько дней и идут турниры, ну какой-то турнир. Это проблемы с, ну, отпроситься с работы, кто работает. Из 12 игроков определилась тройка победителей. Первое место у Алексея Никифорова. Он набрал 9,5 очков. Второе место и такое же количество баллов у Алексея Неверова. Замкнул тройку лидеров Андрей Литовченко. Сыграть в волейбол или баскетбол на качественных площадках без ущерба для собственного кошелька теперь возможно. На стадионе «Юность» открыли бесплатный доступ к игровым полям. Сделать это решили в преддверии турнира по баскетболу «Оранжевый мяч». Он пройдет на стадионе 13 августа. До этого дня с 9 до 18 часов игровые площадки будут открыты для всех желающих. Получить подробную информацию можно по телефону 49 18 29 и 99 17 66. И на этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Юлия Мишернова. Активной вам недели и увидимся во время спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова